Тема сегодняшнего занятия Увеличение и коррекция груди Коррекция формы груди Или по-другому мамопластика Является одной из самых популярных Пластических операций Не только в России, но и в мире Только в нашей клинике мы проводим в год Примерно около 200 подобных операций И еще больше пациенток приходят на консультации И очень часто задают одни и те же вопросы Которые мы сейчас с вами и обсудим Коррекция формы груди включает в себя Не только увеличивающую мамопластику Помимо установки имплантов Мы занимаемся подтяжкой груди А также редукционной мамопластикой То есть уменьшением объема груди При наличии большого объема Довольно часто на первую консультацию Пациентки приходят уже зная Тот объем имплантов, который они хотят себе поставить Естественно, эту информацию они получают Из интернета, от подруг Но на самом деле все не так просто Для того, чтобы грамотно подобрать гармоничный размер будущих молочных желез Мы должны учитывать несколько факторов Во-первых, это конституция девушки То есть ее рост, ширина плеч, ширина грудной клетки Во-вторых, это, естественно, пожелание пациентки По форме и по будущему объему И третий фактор, это, естественно, возможность ее тела То есть растяжимость кожи, растяжимость мышцы Вот учитывая все эти факторы Мы уже можем прийти к одному знаменателю И подобрать оптимальный вариант для девушки Импланты делятся, в принципе, все импланты На анатомические или каплевидные И круглые Все-таки при наличии своей собственной груди Неплохого размера Необходимости ставить каплевидные импланты В принципе, нету Достаточно поставить круглые И форма будет выраженной Сохраняя свою естественную природную форму Если же пациентка имеет маленький объем молочных желез Или, в принципе, практически его не имеет Тогда есть необходимость поставить каплевидные импланты Чтобы как бы воссоздать вот эту естественную, покатую каплевидную форму груди Когда нам необходимо изменить форму своей железы То есть не просто увеличить объем Но и подтянуть излишнюю кожу Которая осталась после кормления Зачастую после кормления Либо после набора веса Затем его скидывания То здесь нам приходит на помощь геометрия То есть есть несколько основных методик По которым мы убираем кожу Это либо разрез вокруг ареулы Когда мы стягиваем Убираем излишки Стягиваем к ареуле все окружающие ткани И тем самым получаем очень симпатичный рубчик По кругу ареулы Есть методики более сложные С так называемой якорной подтяжки К ним мы прибегаем тогда Когда нам необходимо убрать большой объем кожи Плюс еще иногда нужно убрать объем железы При так называемых редукционных мамопластиках То есть при уменьшении груди Вообще редукционная мамопластика Уменьшение груди Наверное одна из самых сложных В ряду данных операций И показаниями для ее проведения В первую очередь является дискомфорт Самой пациентки Которая ей оставляет большой объем молочных желез Поэтому жизненных показаний Скажем так тут нет Но если это доставляет определенный дискомфорт То конечно мы ее проводим И что самое главное В итоге пациентка получает Мало того что уменьшение объема Так еще и красивую форму Очень близкую к идеальной Скажем так Те импланты которые используем мы На них есть пожизненная гарантия Заменять их не стоит И в принципе не нужно То есть они носятся всю жизнь И поэтому никаких проблем В последующем не возникает Точно так же можно после мамопластики После установки имплантов Кормить ребенка Хоть одного, хоть двух, хоть трех Главное подождать примерно год До беременности после операции У нас в пластической хирургии Как в моде Что-то уходит из моды Что-то приходит Все это такие качели Поэтому что касается размера груди То да сейчас в моде натуральность В моде натуральность В моде естественность И поэтому все чаще пациенты Просят сделать грудь Небольшого размера Но чтобы она выглядела максимально натурально Максимально незаметно для окружающих Но все равно периодически Встречаются любители ретро Которые хотят получить Большие объемы В принципе мы идем навстречу Любым пожеланиям пациентов